Приветствую вас. Первое, что мне бы хотелось у вас спросить, это немножечко удочинить, пожалуй, ваш вопрос. Вы пишите, что происходит, и мне бы хотелось спросить у вас, что происходит с кем, что происходит с чем, что происходит где. Потому что, вообще говоря, не очень понятно, о чем именно вы спрашиваете. Предположим, что вы спрашиваете вообще по ситуации, то есть, что есть ваша ситуация с молодым человеком. И вам на это я могу сказать только одно, что молодой человек вас использует. Использует для своих целей. То есть, он не планирует с вами каких-либо серьезных отношений, к сожалению. И если вы ждете от него именно этого, то есть, вы ждете, что у вас будут серьезные отношения с ним, то, к сожалению, лучше вам этого не ожидать. Потому что, скорее всего, молодой человек просто проводит с вами время. Просто хорошо проводит с вами время. И все. На чем построены мои такие вот предположения? Чем они обусловлены? Обусловлены мои предположения тем, что мужчина совершенно не ухаживает за вами. Обусловлены мои предположения тем, что мужчина никак не проявляет к вам чувственного интереса. То есть, чувственные интересы здесь, это вот какие-то ухаживания, да, какие-то, значит, духовные, эмоциональные моменты и так далее. Все этого у вас нет. И, соответственно, мужчина только вас использует. И это, если говорить о том, что происходит с вашими отношениями. Теперь, пожалуй, нужно сказать о том, что происходит с вами. Вот лично с вами что происходит. И здесь я бы хотел сказать так. С вами происходит то, что вы позволяете мужчине так с собой обращаться. То есть, вы позволяете ему вести себя так, как он себя с вами ведет, по какой-то причине. По какой именно причине, мне не очень понятно, потому что, ну, нужно еще разбираться, чем обусловлено такое вот ваше поведение. Но думаю, что именно оно стало причиной для того, что есть сейчас. И, соответственно, если вы хотите лучше понять, что происходит, вам нужно лучше понять себя. До тех пор, пока вы не будете понимать себя, или до тех пор, пока вы не будете настроены на понимание себя, когда ситуация, скорее всего, будет повторяться вновь и вновь, ну, с разными людьми, с разными людьми. То есть, либо это будут определенные элементы вашего поведения, либо это будет, собственно, как-то вот проявляться дискредитация вас в отношениях. Что происходит с мужчиной? Значит, здесь ситуация складывается неличным образом. Мужчина, значит, она не планировала с вами никаких серьезных отношений. Ему это неинтересно в данный момент, судя по тому, что вот вы пишете, и его интересует просто свободное времяпроводительное. Соответственно, вы сами, ну, как бы, как, должны, а не должны, конечно, желательно, чтобы вы сами себе ответили на вопрос, устраивает ли вас такая вот ситуация или нет. Если ситуация не устраивает, а она вас, как я понял, не устраивает, что ее, безусловно, нужно менять, ее, безусловно, нужно, как-то, обращать к вам на пользу. То есть, себе на пользу суть вопроса, и тогда несложно догадаться, что необходимо проанализировать то, что вам нужно сделать для обращения этой ситуации вам на пользу. То есть, что именно от вас требуется для этого. А для того, чтобы ответить на этот вопрос, необходимо, собственно говоря, проанализировать, что вам мешает вести себя более независимо в этих отношениях, что вам не позволяет больше отдавать внимание вашим, например, ценностям, вашим, например, желаниям и вашим, например, интересам в отношениях с мужчиной. Ведь ради чего-то вы все это терпите, вот ради чего и нужно разбираться. И тогда, когда и если вот эти моменты будут разобраны, тогда и можно будет говорить о том, что с вами, что происходит с вами, с отношениями, с молодым человеком совершенно точно и определенно. А раз можно будет говорить об этом, значит, можно будет говорить и о том, как ситуацию исправить и изменить. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку, помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего доброго и удачи. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!